2013-й был непростым в плане обеспечения социальной помощи всем нуждающимся. Серьезные проблемы в агропромышленном комплексе не самым лучшим образом сказались на экономике в целом. В связи с этим многие отрасли жизнедеятельности страны не были обеспечены финансовой поддержкой, к которой так привыкли госструктуры. Несмотря на экономические трудности, службы Беларуси по труду занятости и социальной защите сумели найти средства и силы на решение главной задачи – обеспечения и поддержки человека. Социальная ориентированность Беларуси была и остается в приоритете. Более того, именно в этих сложных условиях большое развитие получило совершенствование форм работы в соцучреждениях региона. Каждый год мы прибавляем и изменяется структура, совершенствуется структура социального обслуживания населения. От рано, что в прошлом году, несмотря на какие-то экономические трудности, мы открыли филиал в городском поселке Михашевич и Лунецкого района. Сегодня открыто новое отделение, третье уже по счету московском для молодых инвалидов, которые посещают. Мы открыли пять новых кружков, то есть социальная служба не стоит на месте, она динамично, стабильно развивается. Совершенствование оплаты труда в бюджетной сфере, создание новых рабочих мест в рамках государственной программы модернизации производств, развития материально-технической базы в соцучреждениях региона – приоритетная задача Комитета по труду сегодня. Стоит отметить, что ответственные работники, преданные своему делу и есть тот крепкий фундамент, необходимый для выполнения и развития этих целей. Очень важно, чтобы в таких центрах, как наш, работали специалисты с открытым сердцем, чтобы переживали все проблемы вместе с нашими подопечными, отдавали частичку себя. Так оно и есть в нашем центре, очень достойный грамотный коллектив. Сегодня в общественных кругах очень активно ведутся дебаты на тему увеличения пенсионного возраста. Злободневный вопрос о том, на какой стадии находится его обсуждение в правительстве и если предпосылки к реализации этого законопроекта не на шутку беспокоят жителей как региона, так и страны в целом. На сегодняшний день ни в правительстве, ни в какой-то другой структуре, ни в министерстве нашем не рассматривается вопрос о повышении именно пенсионного возраста. Наоборот, мы должны понимать, что сегодня, конечно, есть проблемы, которые существуют с наполняемостью фонда социальной защиты, потому что именно от того, сколько средств имеется в фонде, мы имеем возможность повышать различного рода выплаты, пенсии, пособия и так далее. Сегодня многие проекты Комитета соцзащиты Брестского области полкома направлены на решение социальных проблем общества. Создание института третьего возраста, проект по международной помощи жертвам домашнего насилия. Эти и другие мероприятия уже сегодня помогли многим людям обрести уверенность в завтрашнем дне. Это значит, что число людей, охваченных вниманием и заботой, увеличилось еще на несколько тысяч. И следует повторить, социальная ориентированность государства остается самой важной задачей.